Краевое радио продолжает работу. 18 часов 20 минут в Барнауле. Вот наступил осенний вечер. Позади у вас много дел, много суеты и забот. Но порой за делами мы так редко смотрим в небо, думаем о душе и о смысле жизни. Остановиться, оглянуться, задуматься и призывает нас героиня следующей передачи. Завершается месячник пожилых людей, которые в этом году мы сеяли 69 тысяч. Работали, работаем и будем работать. Вот такая вот жизнь у меня. Алтайские встречи Здравствуйте. В студии журналист Павла Зовой. У одной матери цыгане похитили ребенка. Горью ее не было конца. Трехлетняя девочка была ее надеждой. Она скрашивала одиночество. Через пять лет случилось следующее. Прибежала с базара соседка и выпылила. Я видела твою Настю цыган, который проезжает через город. Табор был остановлен. Дело передали в суд. Никакого анализа крови тогда еще не придумали. И судья вынес следующее решение. Отдать ребенка и действительно матери на один месяц. И если ребенок не признает свою мать, то снова ее вернут цыганам. Мы можем только слабо представить себе мучения матери. Она накупила игрушек. Она ни на шаг не отходила от своего сокровища. Но девочка время от времени спрашивала, «А когда мы пойдем к моей маме?» Для нее мамой была грязная цыганка из табора. Наступил последний день. Мать находилась в другой комнате, а девочка меланхолично прибирала игрушки. Мать захлебываясь слезами горькими, помолилась и запела колыбельную песню, которую она пела когда-то над колыбелью своей единственной малышкой, своей последней надеждой. Женщина еще не окончила петь, как девочка с криком «Мама!» бросилась к ней на шею. Прочитав притчу, Елена Политекина поняла, что история во многом и о ней, и о тысячах таких, как она. Людей, которые забыли голос своего небесного отца. А ведь у каждого из нас в душе есть этот голос, но мы заглушили его суетой, никчемными спорами, обидой, погоней за длинным рублем, славой и роскошью. Но однажды, и это было больше десяти лет назад, Елена услышала этот голос. Точнее, пробился из радиоэфера призыв прислушаться к своему сердцу, выбрать правильный путь, освещать дорогу, свеча веры и любви. Этот христианский проповедник Игнатий Тихонович Лапкин застал ее остановиться, отвлечься от суеты, прислушаться. Елена включила погромче радио, потому что проповедник размышлял о самом важном. Кто мы? Зачем мы? Как прожить жизнь? Не зря. Эта радиопередача настолько изменила жизнь Елены, что спустя больше десяти лет она пришла к нам на радио, чтобы, во-первых, узнать, куда исчезла программа «Терра инкогнито», и, во-вторых, поведать, как изменилась после этого диалога в эфире ее жизнь. Словно свежий ветер наполнил парус ее судьбы, разогнал в небе тучи, и высокого горизонта стало видно солнце истины и любви. Я православная христианка. Обратилась к Богу через вашу передачу, которую услышала 12,5 лет назад. Передача была «Терра инкогнито» встреча с Игнатием Тихоновичем Лапкиным, когда он рассказывал в доступной форме о Боге, что такое Святая Троица, как Бог творил мир, как все явилось видимое из невидимого. И сразу моя душа откликнулась, я пришла на занятия. И с тех пор, я вот 12,5 лет, я уже являюсь членом общины православной крестовоздвиженской, посещаю занятия в политехническом институте, хожу в церковь, летом езжу с детьми в лагерь православный. Насколько ваша жизнь за эти 12 лет поменялась? После встречи с Богом, вот близкой такой, после хождения на занятия, у меня открылась жизнь совсем другими глазами. Раньше она была как бы обычная, обыденная, я не замечала вокруг себя. Но есть деревья, солнце, что-то растение, там цветы, животные. Теперь я вижу, что это все дар Божий. Я увидела, какое красивое небо, как растут цветы, какое чудо вокруг нас происходит каждый день. Бог отвечает на наши молитвы. С Ним жить легче стало. Все трудности, скорби жизненные, они переносятся легче, когда обращаешься к Богу, и Он поддерживает, помогает, и все переносится. Особенно в наше трудное время, это очень важно, когда поддержка Божия идет. Вот Вы сказали о поддержке. А Вы могли примеры конкретно сказать, когда Вам небесные силы помогли, когда ситуация безысходная или тупиковая, а выход Вам подсказан? Очень много таких случаев в жизни было. От самых мельчайших, касаемо даже обыденной жизни, мелочей жизненных, и до крупных вещей. Мы купили 7 лет назад половину дома. У нас безвыходная ситуация сложилась. Надо было быстро приобрести дом. И купили, не знали, кто соседи. Въехали, а потом увидели, что торгуют самогоном за стенкой. Было очень тяжело, потому что у нас общий проезд, и мимо нас все время шли вот эти алкоголики, они на клумбе с цветами у меня распивали, и детей боялась я на улицу выпустить, даже приставали, и все. Я тогда обратилась к своим братьям и сестрам, говорю, давайте помолимся, чтобы Господь мне облегчил вот эту ситуацию. И все помолились, и как-то быстро, вот их Бог смел, они уехали оттуда. И удивительно, моя подруга лучше вот с детства, с которой я дружила, и она вселилась в эту половину. И мы вот так здорово стали жить, вместе мы на молитву вставали, вместе гуляли, общались, Евангелие читали. Было очень хорошо. Дети вместе в лагерь ездили. Бывает, что денег нет когда. Попросишь, Господи, ну вот совсем нет. На другой день вот чудом каким-то деньги появляются. То прислали родственники, то кто-то подарил что-то такое вот. Облегчение. То зарплату дали, которую долго задерживали. Вот такие вот дела. Деньги необходимы нам в какой-то мере. Но все-таки главное – это душа человека. Вот ее как сохранить, это гораздо сложнее, пожалуй. Это, конечно, большое утешение Бог дает в таком плане. Вот я раньше жила, неверующая когда была, муж у меня неверующий. Мы с ним прожили пять лет, я потом к Богу обратилась. Вот муж выпивал, бывало, и такое отчаяние, вот готова была его убить просто вот от злости. Иной раз вот терпение кончается, еще дома сидишь, когда с маленьким ребенком безвылазно, некуда выйти. И вот он как свет в окошке ждешь его, в шесть часов калитка не стукнула, все, значит, он напился, я ребенка хватаю, бегу на остановку встречать. И вот постоянно в этом стрессе. А сейчас я помолилась, и как Бог даст? Я за него помолилась, чтобы его Господь обратил. Все, а там пришел, он не пришел, мне Бог дает спокойствие. Мир в душе. Какой он пришел, пьяный, не пьяный? Я накормила, уложила все, у меня на душе радость. Я пошла помолилась, своими делами занялась. У меня дети еще, хозяйство, все. Вот это вот чувство, что волей Божьей и успокоений как-то, что у меня цель спасти свою душу, я забота о ближних, что не надо зацикливаться так сильно вот на этих мирских проблемах. Я посвящаю, что жизнь должна идти в рамках того, что Бог дал жизнь для спасения души человеку. И все вот эта жизнь должна подчинена этому быть. Главное – спасти душу. А как вы обычно начинаете новый день? Новый день у нас начинается с молитвы, конечно. Прежде всякого дела, встань благоговейно, представляя себя перед всевидящим Богом и соверши молитву. И тогда и день по-другому пройдет, и все, будешь успевать, будет благословение, и встречи с людьми, какие Бог предназначил, будут. А что вы в утренней молитве? Вы благодарите Бога за то, что Он вам дал возможность еще один день этот прожить? Или вы просите, чтобы Он вам в этот день не спасал какие-то дары или интересные встречи, или дал силы прожить достойно этот день? Вот есть три ступени молитвы. Первая ступень – это просительная молитва. Вторая ступень – благодарственная. И третья ступень – это Аллилуйя, прославление Бога уже. И, конечно, молитва, она включает в себя все. И прославление Бога, и благодарение, что ночь прошла, что ты живой остался, слава Богу. И просьбы на этот день, чтобы Господь укрепил и помог в делах. Все есть в этой молитве. И, конечно, легче уже с Богом. И в Ангелии обязательно. У нас Игнать Тихонович, он говорит, за стол не садиться, прежде чем в Ангелии не прочитаешь, потому что в Ангелии – это Слово Божие, которое он дал людям для руководства к действию. А вам не кажется, что мы иногда очень часто и по таким чисто житейским проблемам обращаемся к Всевышнему, что мы его обеспокоим очень мелкими делами, наверное, с позиции Творца нашего? В Библии написано, что не нужно уподобляться язычникам во многих просьбах своих, ибо Господь знает, прежде вашего прошения, в чем вы имеете нужду. Это касается вот именно мелких просьб таких, что дай мне богатство, дай мне вот это вот всего. Это не нужно. Бог знает, что нам нужно есть, что петь, но когда мы просим Духа Святого, благословение на добрые дела, это угодно Богу. Чем чаще мы молимся, даже апостол Павел говорит, что молитва ваша да будет непрестанной. Постоянно, чтобы молились, потому что Бог, Он наш как Отец, и как Отец любит, чтобы Сын приходил к Нему и общался с Ним, так и Бог любит, чтобы дети Его обращались к Нему в молитве. Вы так свободно цитируете наизусть Библию, Вы ее много раз прочитали? Библию я один раз прочитала, один раз я прослушала, у нас в записи Библии целиком есть. Игнать Тихонович Лапкин ее начитывал на пленку. 99 часов звучания у нее целиком. Вообще знания, это в основном, конечно, заложено нашими наставниками. На занятиях мы ходим, и проповедь постоянно нас кормят. Проповедью. Два раза за службу, по 20 минут у нас проповедь. И, конечно, вот это все закладывается. Плюс в молитве Господь дает. Даже вот как-то забудешь что-то, и мучает душа, что надо вспомнить, как пророк, вот его изречение вот это. И просишь, Господи, ну подскажи, как этого пророка звали? Вот книги с собой нет. И приходит на ум, просто Господь отвечает в мыслях, что складывается, что вот такой-то, такой-то. И какие-то выдержки из Писания приходят на ум. Это Господь по молитвам он дает. Мы говорили, спасти свою душу. Нужно ее все время держать в чистоте. Многие задают вопрос, неужели наша жизнь заканчивается с нашей смертью? Существует ли душа потом? Жива ли она? Нет, конечно. Эта жизнь дана только для того, чтобы примириться с Богом, спасти свою душу. Жизнь настоящая, она наступит в вечности. Когда мы уже освободимся от таков вот этого тела бренного, больного нашего, несчастного, и потом будет уже тело совершенное, которое Бог даст уже после страшного суда. И вечная душа будет дана человеку. Люди не будут болеть, не будут терпеть несчастья всяких, голода, холода. И будут пребывать вечно в славе Божьей, общаться с Богом. И Бог будет сам свет. Написано, что в семь раз ярче солнца. И смогут пребывать там только праведники. Один человек написал нам в редакции, что потеряв свою любимую, он очень надеется, что там, в потустороннем мире, прикинь, в цитате из Библии, что там не существует мужа и жены, они встретятся. А как Вы думаете по этому поводу? Вы правильно сказали, что люди не будут, как мужчины и женщины, но будут подобны ангелам на небесах. Но души, если они правильно жили в этой жизни, если они встретились со Христом и попали в Царствие Небесное, конечно, они встретятся. Но души вот эти вот, которых в этой жизни волновало, мирские какие-то связи, даже любовь мужа к жене, там уже будет все по-другому на небе. Там будет встреча со Христом, и вот эта любовь к Богу, любовь, конечно, к тем, которые были с нами, но они уже будут совсем в другой форме. Будет радость о спасении Твоей любимой. Плотской связи уже, конечно, там никакой не будет. Но встретиться они могут, если они были верующие, встретились с Богом. Женщина, потеряв своего ребенка, пишет, что он часто приходит во сне и вроде бы ее зовет. Она не знает, что в этом случае сделать. Мы ей посоветовали просто помолиться, пойти в церковь, свечи поставить. Как по учению православной церкви, что души умерших, они находятся или в раю, или в аду. Это может быть только первые, там, три дня душа блуждает, а потом она все равно находит свое пристанище где-то. Есть частный суд, и потом душа находится или в раю, или в аду. Душа не может являться. Может быть, козни бесовские, чтобы человека в уныние вогнать, как-то довести до самоубийства, до какой-то истерии. А может быть, видения какие-то. Сны бывают у нас трех родов. От Бога, от дьявола, от мирских переживаний, от суеты, от нашей. Конечно, в церковь нужно ходить человеку обязательно. Читать Евангелие. Она там найдет ответы на все свои вопросы, которые ее волнуют. Наставника себе какого-то духовного, чтобы мог ей разъяснить эти вопросы. В церкви она найдет успокоение души. Она поймет, что цель жизни – спасти свою душу. И все, что происходит с нами в этой жизни, оно согласовано с волей Божией. И даже какие-то страшные случаи в этой жизни, которые происходят, они не без воли Творца, они к нашему спасению идут все равно. Это подталкивает человека. А когда человек сам не приходит к Богу, случаются всякие у него несчастья, болезни, страдания, потому что Бог хочет, чтобы человек спас каждый человек. Нет воли Божьей, чтобы хотя бы погиб хотя бы один из малых сих. И поэтому Бог нас, как любящий отец, Он подталкивает всякими вот этими страданиями, болезнями к себе. Потому что человек вспоминает о Боге не когда ему хорошо в основном, а когда ему плохо. Очень редко кто вспоминает в радости. А в основном только в горе, в печалях, в страданиях. Когда человек заболел, тогда он сразу вспоминает, что есть Бог, что нужно помолиться, и Бог поможет. Очень на это рассчитывает другая женщина, у которой неожиданно заболел сын. У нее старенькая мама сильно болеет. И на нее столько вдруг свалилось, что она даже не знает, как вынести все это. И только однажды она по радио услышала, что Бог дает нам столько испытаний, сколько может вынести человек. Почему столько иногда выпадает на долю добрых, хороших, честных людей, столько испытаний, горя, печали? Да, действительно, Бог дает в меру каждому человеку, сколько он может вынести. Но от чего это количество зависит? Потому что люди, даже вот они добрые, хорошие, они к Богу не приходят сами. Они полагают всю свою надежду в этой жизни. На Бога они не полагаются. И поэтому любящий Господь постоянно тревожит их душу вот этими всякими несчастьями, как я уже сказала, Он пытается их привести ко спасению. Потому что человек не знает, сколько ему отмерено. А может, эта черта завтра произойдет. Ты можешь попасть в аварию. Все, что угодно может случиться. И Господь подталкивает, все время тревожит душу. И вот эти вот несчастья нападают, чтобы человек в этих несчастьях обратился все-таки к Богу. Пришел ко своему спасению, к спасителю своему. Это Вы говорите не просто по книгам, которые Вы прочитали, но это Вы говорите и с учетом собственного опыта? Да, из опыта своего, я скажу, вот у меня никого нет в родне из верующих людей. И вот мама у меня очень хороший, душевный человек, душа компании. Она всегда на работе пропадала. И у нее вся вот эта вот любовь, общение всем помогает. И к ней все очень хорошо относятся. Но она про Бога не может даже слышать, не хочет. И постоянно у нее в жизни происходит несчастье. Вот недавно она лишилась квартиры. Ее просто выгнали на улицу, не компенсировали ничего. Она 25 лет на заводе отработала. Дали жилье. Но она ведомственно сказала, пока будете жить, значит жилье будет ваше. Как умрете, там детям уже не достанется. Ну и ладно, она бы жила-жила. Она только въехала, сделала ремонт, 5 лет прожила. Потом ей сказали выплатить, и как будто вы жили в аренду. Она выплатила. И после этого сразу подали в суд, ее выселили. Я все время говорила, мам, ты молись, мам, ты молись. Приходи на занятия, послушай Библию, почитай. Она не может слышать этого ничего. К Богу не обращается. И поэтому постоянно вот эти вот, хотя было вот несколько судов, я ей говорила, все, ты помолись, может, Господь поможет. Это промысел Божий. Ты не обращаешься, Господь бьет. Тяжело с папой, он болеет, за ним надо ухаживать. Сама она вся больная. И постоянно вот столько вот несчастья, но к Богу человек не обращается. И вот столько всяких несчастья, и все равно человек и слышит о Боге, и обращаться он не хочет никак. Поэтому происходят такие вещи в жизни. А вы, как любящая дочь, можете за нее помолиться, попросить Господа, что он помог, простил ее, дал силы пережить этого? Конечно, я молюсь о ней постоянно. Она должна быть личная встреча с Богом. Человек должен сам прийти к Богу. Потому что чужими силами человек в рай не войдет никак. Какой бы пророк ни молился, он может только подтолкнуть тебя ко спасению. Но невозможно так было, чтобы за любого там человека, хоть кого ты молился, он попал в рай просто так. Человек должен сам прийти к Богу сознательно. Вы считаете, что этот путь, это выбранная вам дорога веры, путь к Богу, это совсем не простой путь, это трудный путь, полный тоже всяких искушений, падений и всего. Но это единственный правильный путь. Конечно, если человек осознает, что цель жизни – это спасти душу свою. Он направляет жизнь свою по этому пути. И любящий Господь дает силы, дает помощь. А вот то, что вот эта трудность, это в начальном пути, конечно, было тяжело. Я когда прочитала, что мерзость перед Богом носить мужскую одежду, я перед этим только в брюках ходила. Очень было тяжело в юбку перелазить. Что косметика – это мерзость. Для соблазнения, например, вот мужчины написано, что мерзость перед Богом. Тоже было тяжело. Особой красоты нет. И я все боялась тоже. Родители говорили, вот сейчас краситься не будешь, и муж тебя бросит. Ничего, слава Богу, уже после этого 12 лет с мужем живем, он не верующий, еще не бросил. Надеяться буду, что Господь и дальше сохранит наш брак. Вот такие вот мелкие вещи. Да, в платки ходить тяжело. Конечно, это вызывает реакцию окружающих, но в то же время это и проповедь. И я вот дочери говорю, царю, накрашенные люди идут, а никто не обращает уже внимания. А я пройду в платки, они красиво, но все будут смотреть. Потому что это сразу вызывает внимание у людей. Потому что молодая женщина идет в платке, сразу ясно, что женщина верующая. Тоже проповедь своего рода. А у нас сестры некоторые, они в двух платках по городу ходят, к ним вообще приходят сразу с вопросами, а почему вы так идете? Но я еще до этого уровня не достигла. Это следующим этапом надо добиваться, работать над собой тоже. Вот такие мелкие. Посты тоже было вначале тяжело соблюдать. Это когда помощь Божия идет, тогда уже легче. А когда я пробовала неверующие, на диету садиться как-то, я слышала, что посты пробовал, у меня не получалось. Потому что одно дело для себя, тут силы воли не хватает, а другое дело для Господа, это уже и помощь Божия идет, и сознание, что без этого не спастись. Поэтому, конечно, это помогает все. Мир, в котором мы живем, очень непрост. Он травмирует нас горем, кризисом, печалью, войнами. И с этим ничего не поделаешь. Вопрос не в том, чтобы исправить мир. Для нас это невозможно. Это дело Бога. А от нас требуется лишь решимость изменить на Земле хотя бы одно существо, самого себя. Как это сделала однажды наша землячка Елена Политекина. Передача «Алтайской встречи» окончена. Ее подготовили режиссер Евгений Загузов и журналист Павла Зовой.